Всем привет, с вами Джексон и Димон, мы братья, и мы решили вам показать секреты PvP в Майнкрафте. Первый секрет. Например, если ваш враг находится выше вас, то вы обладаете большим преимуществом. То есть вы можете бить его, но при этом он не может бить вас. Вот пример. То есть я его долблю, он меня не может. А, ну вот только сейчас. Разница в экипировке очень действительно влияет на исход PvP. Алмазный меч наносит намного больше урона, чем деревянный, ну или там каменный. Вот, то есть если мы здесь видим, что урона таков, то в следующем случае он будет совсем не такой. Ну, давайте посмотрим. Дим. Вот, то есть мы правильно стреляем. Никогда не забывайте о том, что лук очень хорошее средство борьбы с врагом. Если враг затаился в домике, но у него есть кнопка, то мы можем легко проломать блок, даже если это сервер, и успеть нажать кнопку правой кнопкой мыши. Вот, ну в моем случае это не получилось, но в вашем случае вы откройте себе дверь, сможете пройти и убить его. Если ваш враг использует яблоки, то есть только один способ его одолеть. Во время действия волшебного эликсира яблока, который служит врагу здоровье, красный эффект, то есть вы видим красные пузырьки, вам не стоит, не следует нападать на врага, а только убивать его. Как только его эффект исчезнет и превратится в желтый, вы сможете легко врага своего победить. Но не стоит забывать о том, что у него до сих пор действует огнеуформность 4 и запротивление урона 4. Используйте неуровность и медность, чтобы скинуть врага с обрыва, ну или еще куда-нибудь. Вам удобнее. Он получит дополнительный урон. Если враг убегает от вас, то сначала догоните его, прежде чем бить. Если вы начнете бить раньше, то вы собьетесь и, ну, вы пропадете в беге. Как только вы догоните его до достаточной длины, тогда начинаете атаку, чтобы успешно его поразить. Никогда не скидывайте врага в воду, потому что это может плохо сказаться на вашем успешной операции пройденной. Хотя лук никто не отменял. Спасибо, что были с нами. Это был Димон и Джексон. До новых встреч.